Президент Беларуси не намерен лично отменять применение смертной казни в стране. Об этом Александр Лукашенко завела время выступления в Академии управления при президенте. По его словам, отменить смертную казнь может только белорусский народ. Глава государства отметил, что этот вопрос сейчас не является большим барьером для общения с Западом, сообщили в администрации главы государства. При этом он привел пример ряда громких уголовных дел, в том числе убийство матерью девятимесячного ребенка. «Я и говорю, если бы это было у вас, вы бы как относились к этой мере наказания», — сказал президент. С 21 октября в Беларуси стартует новый этап переписи. Переписчики будут обходить квартиры и жилые дома. Интернет-перепись завершилась 18 октября. Возможностью переписаться по интернету воспользовались 4,9 миллиона белорусов. С 21 октября начинается другой этап переписи. Переписчики будут совершать поквартирный обход жилых домов. Наведываться тем, кто прошел перепись по интернету, не будут. Узнать переписчика можно будет по ряду признаков. Во-первых, настоящий переписчик обязательно должен иметь при себе соответствующее удостоверение и паспорт. Передвигаться по городу переписчики должны со специальной сумкой, на которой должен быть изображен логотип переписи. Также на сумке должен быть свето-возвращающий элемент. Еще одна отличительная черта переписчика — наличие планшета. При возникновении спорной ситуации граждане могут позвонить по номеру 8 801 131 31 и спросить, действительно ли на пороге их дома появился переписчик. Звонок бесплатный. В Беларуси завершается уборка картофеля — самая высокая урожайность Витебской области. В сельхозорганизациях Беларуси картофель убран почти с 27 тысяч гектаров, что составляет 97,8% уборочных площадей. В среднем с одного гектара в этом году собирает 312 центнеров картофеля. В прошлом году урожайность составляла 268. Урожайность овощей и сахарной свеклы также превышает прошлогоднюю. 21 октября около 9 часов утра на 25-м километре внутреннего кольца МКАД загорелся седельный тягач «ДАВ». На место оперативно прибыли спасатели. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС. Когда на место прибыли спасатели, кабина грузовика была охвачена пламенем. Бойцы МЧС ликвидировали возгорание. В результате грузовой автомобиль серьезно пострадал. Также повреждение получило и полуприцеп. Среди людей пострадавших нет. До 26 выросло число пострадавших при прорыве дам в Красноярском крае. За медицинской помощью обратились еще 10 человек. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на сообщения Минздрава. На утро 21 октября стало известно, что число пострадавших в результате прорыва дам в золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек. Напомним, трагедия, повлекшая за собой смерть людей, произошла в Красноярском крае 19 октября. В результате прорыва дам на реке Сейба 15 человек погибли. Также в результате ЧП пятеро числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью за это время обращались 16 человек. После осмотра пострадавших медиками, 9 были госпитализированы, 7 отпущены на амбулаторное лечение. Позднее еще одного пострадавшего выписали из больницы. При этом медики сообщали, что будет вторая волна обращений граждан в медучреждение. По прогнозам врачей будут обращаться люди, которые сгоряча не почувствовали, что переохладились или ушиблись. В Демократической республике Конго произошло страшное ДТП. Погибли не менее 30 человек, 18 человек серьезно пострадали. Как сообщает местное издание, авария произошла в городе Мбанзагунгу 20 октября. Известно, что автобус пассажирами ехал по трассе, внезапно перевернулся, съехал с горы и загорелся. В автобусе находилось около 100 местных торговцев, которые перевозили свои товары из одного города в другой. В результате ЧП на месте погибли 25 человек. Позднее еще не менее пяти скончались в больнице. 18 человек получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу. Всего в числе пострадавших числятся 57 человек. По словам очевидцев, авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Пассажирский самолет Boeing 777 французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханза из-за технических проблем. Об этом сообщает ТАСС-сосылка на агентство Куода 21 октября. На борту лайнера находились более 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, которые прибыли в Японию на церемонию по случаю интернизации нового императора Нарухита. Никто из них не пострадал. Отмечается, что в процессе посадки у самолета упало давление в шинах шасси. Однако в итоге он смог добраться своим ходом до стоянки. В республиканском конкурсе лучший спасатель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь победу одержал наш земляк Игорь Желткевич из Глубокого. Соревнования состоялись под Борисовым на полигоне Светлая Роща, где 30 лучших работников МЧС преодолевали всевозможные препятствия. Необходимо было продемонстрировать теоретические знания, пройдя тестирование, проявить выносливость в беге на длинной дистанции, комбинированном силовом упражнении на перекладине, показать работу в дыхательном аппарате на сжатом воздухе. В деревне Конопельчице Толочинского района горел частный дом. Об этом сообщили в ОМЧС по Витебской области. На момент возникновения пожара внутри помещения находились двое мужчин, которые проживали там с разрешения собственника. До прибытия спасателей им удалось самостоятельно выбраться на улицу. Огонь успел уничтожить постройки кровлю и потолочное перекрытие, а также повредить стены и имущество. По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожного курения. Витебский прошел 33-й открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств Витебский листопад 2019. На форуме собрались поэты, мзуканты, перформеры и художники США, Новой Зеландии, Израиля, Литвы, Латвии, Казахстана, России, Белоруссии и Украины. Открытие фестиваля музыки и поэзии знаменовала выставка «Вольное странствие сердца» витебского художника Алексея Кравченко и перформанс молодежного театра «Колесо». Попыткой расширить молодежь и раскрыть творческий потенциал стал «Найт арт батл». Молодые художники трудились, не покладая рук, около шести часов почти до самой полуночи. Творческие сражения мастеров слова начались поэтическим турниром, проходившим в выставочном зале «Духовный круглик». Его победителем стал Александр Морозов, а уже 19 октября на галоконцерте были объявлены лауреаты всех номинаций фестиваля. К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, сообщает главное метеоуправление страны. 20-й за сезон тайфун Неугури должен подойти к побережью юго-западнее Токио утром 22 октября. Порывы ветра будут достигать 45 метров в секунду. Еще один тайфун Буалой тоже подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября. Его скорость во время порывов ветра может достигать 50 метров в секунду. Напомним, на прошлой неделе центральные районы Японии пострадали от сильнейшего за полвека тайфуна Хагибис. Из-за наводнений и оползней погибли 79 человек. Еще 10 до сих пор не найдены. Число пострадавших приблизилось к 400. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok